Всем привет! Ваш ноутбук сильно греется или выключается во время игр и других ресурсоемских задач? Это наиболее распространенная проблема среди всех прочих с ноутбуками. В этом видео я расскажу как почистить ноутбук от пыли, причем сделать это безопасно. Поехали! Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Если ваш ноутбук становится горячим или выключается сам по себе в самый неподходящий момент, а вентилятор у ноутбука гудит и шумит громче, чем обычно, наиболее вероятная причина этого – перегрев. И, скорее всего, это последствия того, что ноутбук натянул в себя пыли и мусора. Для очистки ноутбука от пыли вам понадобятся фигурная отвертка, ватные палочки или салфетки для очистки поверхности от пыли, чистая сухая поверхность, на которой будет производиться чистка и, возможно, щетка для смахивания пыли и других загрязнений. Прежде всего, полностью выключите ваш ноутбук. Он не должен быть в режиме сна или гибернации. Отключите зарядное устройство и извлеките аккумулятор, если это предусмотрено вашей моделью. Сам процесс снятия задней крышки и ее конфигурация может отличаться на разных ноутбуках. Некоторые ноутбуки для чистки нужно разобрать полностью. Я же покажу, как это сделать, на примере имеющегося в наличии Acer Aspire 5100. Но в общих чертах. Вам потребуется демонтировать все крышки на задней панели ноутбука. Под одной из них у меня расположен жесткий диск. Демонтирую его. Под второй расположена оперативная память, модуль Wi-Fi и система охлаждения процессора, чипсета и видеоадаптера. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok После снятия задней крышки ноутбука можно переходить к очистке вентилятора и радиаторов. Большинство современных ноутбуков имеют систему охлаждения, схожую с той, что вы можете увидеть у меня. В системе охлаждения используются медные трубки, соединяющие чип видеокарты и процессор с радиатором и вентилятором. Для того, чтобы очистить систему охлаждения от крупных кусков пыли, для начала можно воспользоваться ватными палочками, а после этого очистить остатки с помощью щетки или кисточки. Будьте осторожны, трубки для отведения тепла и ребра радиатора можно случайно погнуть. Это делать не стоит. Вентилятор также можно очистить с помощью ватных палочек и кисточки. В некоторых моделях ноутбуков присутствует несколько вентиляторов и радиаторов. Повторите вышеописанные операции по очистке с каждым из них. Продолжение следует... После того, как вы закончили с очисткой вентиляторов и радиаторов, неплохо также сдуть пыль со всех остальных открытий частей ноутбука. Иногда также потребуется замена термопасты на процессоре и видеокарте ноутбука. Для этого нужно отсоединить систему охлаждения и демонтировать радиатор с материнской платы. Но не всегда это можно сделать, сняв только заднюю крышку ноутбука. В моем случае отсюда я смогу демонтировать только один радиатор. Здесь это охлаждение процессора и чипсета. Чтобы демонтировать второй радиатор охлаждения, а также полностью очистить ноутбук от накопившейся пыли, нужно демонтировать его материнскую плату. Для этого я полностью сниму заднюю и переднюю панель ноутбука. Откручиваю все болты и демонтирую все, что может помешать разбору. При этом нужно учитывать, что на некоторых моделях ноутбуков болты могут находиться под резиновыми ножками или наклейками. Также в ряде случаев болты могут находиться и на боковых гранях ноутбука. Продолжение следует... После того, как все болты откручены, снимите крышку. Проделывайте это аккуратно. Если будете ощущать, что что-то мешает, убедитесь, что были откручены все болты. Продолжение следует... Чтобы снять верхнюю крышку ноутбука, необходимо демонтировать и отключить его клавиатуру, а иногда и отсоединить монитор. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...